А у меня для вас эксперимент. Ольга Кравцова, психолог, которая работает с журналистами и помогает им справляться и с собственными стрессами, и учит их работать с людьми, попавшими в кризисные ситуации. Вот Ольга получила разрешение от Центра Дарт, где есть большой массив интересных, полезных материалов, вот как раз связанных с медиапсихологией. Но все эти материалы на английском языке, а на русском не так много такого полезного контента. Поэтому Ольга договорилась с Центром, что мы можем переводить на русский язык вот эти полезные материалы для журналистов и для редакторов и блогеров. В чем же, собственно, эксперимент? Ну, взяли бы да и перевели. Но мы же не можем просто так. Мы хотим сравнить несколько способов перевода, а вы будете решать, какой из них лучше, какой из них вам кажется наиболее удобным, востребованным, качественным и так далее. Мы берем видеоролик и его переводим на русский язык. И в результате наших четырех разных типов перевода вы получите четыре ролика. Первый ролик будет с оригинальным звуком, субтитры и субтитры эти с генерированной нейросеткой. Ролик второй. Оригинальный звук в полный голос, субтитры, которые сделала Ольга. Она знает блестящий английский язык, работает переводчиком. Это то, как переведет она. Третий ролик. Мы приглушим оригинальный звук и сделаем как дубляж, как мы уже все привыкли в кино и в сериале. Мы положим дубляж, звук, который нам запишет Ольга. То есть она перевела, она начитала. И четвертый ролик. Это оригинальный звук мы притушим, а звуковой второй дорожкой мы положим голос, который запишет нейросеть по тому тексту, который мы дали ей перевод. То есть у нас будет два с субтитрами, два с дубляжом. И в одном из них большое влияние человека, в другом варианте большое влияние нейросетей. А вы посмотрите конкретно с таким типом контента, какой способ перевода вам кажется наиболее адекватным. А для тех, кто осваивает видеопроизводство или работает с видеоконтентом, возможно, будет интересен и еще один слой этого эксперимента. Я покажу всю кухню, каким образом я работаю с этим роликом и создаю вот эти четыре версии. Какие нейросети применяю, какие инструменты как использую. Возможно, какие-то лайфхаки и находочки вам тоже пригодятся. А вы в комментариях поделитесь, как это делаете вы. И, возможно, ваши находки и решения тоже помогут тем, кто входит в наше прекрасное мультимедийное сообщество. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!